Ну что, попробуем начать снимать? Я уже снимаю. А ты как сказать, что я тут в музее? Ну вот скажи. Друзья, мы идем в музей. И не просто в музей, а в самый лучший на свете музей. Музей планилизма. Музей планилизма. Музей планилизма. Музей планилизма. Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот так вот он балансировал этим аппаратом И на нем летел Вообще просто вот Человек-гигант И он же дружил с Николаем Егоровичем Жуковским Великим русским ученым Который помогал Ильинталью Немножко в теоретической части То есть рассчитывать Тому идею, как образуется подъемная сила Они очень хорошо дружили Вот Ильинталь подавил Николаю Егоровичу Свой планер Ну вот что-то типа того У нас, по-моему, я не знаю, где он в России висит В каком-то из музеев тоже Так, а мы продолжим Пойдем к началу экспозиции Попробуем пройтись быстренько по истории планиризма Заодно показывая всякие красивые красивости Да? У меня-то со своим другом Сергеем Вы, наконец-то, можете его увидеть Тот, кто чудесным образом монтирует все эти видео Из меня монтажер еще тот Вот, здесь очень хорошая обстановка Привратник, кто в этом музее присматривает Очень был рад нам, что мы пришли Потому что, видимо, посетили немного Действительно, их немного Ну, ковидло Вот и Никто нам запрещает снимать Мы снимаем Вот, кстати, тоже, видимо, какой-то из планиров Но это уже не Лиенталевский, видимо Самый первый планер, который полетел Тоже какие-то картинки Даже не знаю, кто это вот может А тоже, ну, какую-нибудь Улинию уже приличную этого планера Да Итак, продолжение после Лиенталя Начали строиться планера Вообще, братья Райт Построили прекрасный планер На который установили двигатель И, собственно, получился самолет И это очень было Правильное, мудрое решение Друзья мои, ну вот Работы Лиенталя Вот этот планера Не остались без внимания И братья Райт построили Это не самолет братья Райт Это что-то другое Какой-то немецкий самолет Который в 1911 году летал Ну, идея была Примерно вот так же все это выглядело Самолет братья Райт Вы можете в интернете найти Как он выглядел Но они очень использовали грамотную идею Они сначала сделали планер На нем отработали принципы управления Свои И потом поставили на него После успешных полетов планера Поставили на него двигатель И впервые в мире поднялись в воздух На самолете И дальше начала активно развиваться Там авиация И так далее И так подобное Но мы все-таки не о самолетах А о планерах И планеризм Потихонечку Развивался в Германии На горе Вассеркупе Почему в Германии он активно развивался Да потому что в Первой мировой войне Германия потерпела поражение И вынуждена была Развивать Авиацию планеризмом И это потом очень хорошую роль сыграло Он играет до сего момента Потому что во-первых Посмотрите в какой музей А во-вторых В Германии еще 60 тысяч человек летает на планерах То есть наверное больше всего в мире И это впечатляет Планеризм это хорошая школа Для технического Технического Так сказать знания И позволяет оттачивать Конструкции Которую потом можно применять В большой авиации Ну и в конце концов Это очень яркий и красивый спорт Которым занимались Тысячи людей Сотни тысяч людей Вот И начались полеты на горе Вассеркупе Там будут дальше фотографии Как это примерно выглядело Стенды всякие Вы можете лицезреть Какие были первые конструкции А здесь вот висят эти Вон внешне что-то такое Новодел Вот этот допустим планер Понятно что построен Уже по чертежам Вот кстати видно как Он летает Подожди какой из них летает Да вот он летит Вот так летит Старинные съемки Такая странная конструкция С двумя какими-то Такими подкосами Он парит Приземляется Слушайте как красиво приземляется Вот такая вот чудовищная Конструкция Вампир какой-то там стоит Здесь какой-то планер Я не знаю Я могу вам быстренько Каждую Вот это вот Немножечко снимать Чтобы могли потом Поставить например на паузу Сергей что-то снимает Сейчас вас укачает От такого видеооператора Вот какой-то вампир Тут видно и качество Родиночка Вот как раз каждую табличку Можно посмотреть Какого года машина-то Не вижу Двадцать первый год Ого Слушай для двадцать первого года Вообще Не конструкция огонь Какой у него был профиль Родиночки у этого вампира Так мы идем дальше Мы будем наверное немножко ускоряться Потому что если мы таким темпом будем Каждый планер смотреть То боюсь мы Не успеем забрать наш планер С ремонта Вот еще фальки Тридцать первого года моделька Ну ты не видите Такие достаточно простенькие Дерево Перкаль Это какая-то совершенно забавная конструкция Посмотрите друзья Здесь Без хвостка что ли А нет Схема утка Стабилизатор находится Перед пилотом По направлению полета На крыле какие-то кили В общем забавная схемка Вообще схема утка Она изначально Очень сложна тем Что она неустойчивая О смотрите Какая красивая фотография Планер летит Над каким-то замком Вот Это красиво По меньшей мере Это красиво Модельки самолетиков В этом музее Там дальше Следующий зал Мы туда потом пойдем Так Здесь у нас висит Тоже какой-то планирочек Это я даже не знаю что Какой-то совсем 44-го года Какая-то такая штука Погрязнуть можно В этих Вот кстати Вот эта трубка Забыл я Вентуре Она помогла И смогла Мерить И Вариометры Отняты Иногда Запитываются Это что за штука Мы еще не смотрели Это у нас Ребята Какого года 20-го года Планировочек Такой Очень много Всяких растяжек Но вот Как летали В то время Представляете Вот так сидишь На открытом воздухе Над тобой Вот такая хрень Это Элигей А это может не она Вот сейчас Вот здесь еще Птичка Нет Птичка Это над нами Висит Вот еще такой Планировочек Вот Дерево Ручки Вставляются И полетели Вот он Бипланчик Такой планер Бипланчик Удивительная штука Так Мы наверное Вот так Пойдем Попробуем Здесь Некоторые планера Ну Живые Абсолютно реальные Некоторые Просто сделаны копию Видите Модельки сделаны Но представлено Огромное количество То есть Здесь можно просто Погрязнуть В Так сказать Наблюдениях Периодически Буду вам Таблички Показывать Здесь Вот это Интересное место Мы потом Сейчас туда Пойдем Это памятник Тем Кто Летал Ну Погиб В полетах И Оттуда Как раз Полеты Происходили Вот примерно Нет места Где этот Орел Стоит Планер СК-21 Наш будущий Наш проект Однотысячные мечты Работает Такой же Такой же у нас Планер Мы его уже Облетали Прекрасный Красивый Планер Счастлив Что Такая фотография Есть Ну тут Кстати Продолжение Истории Про как Лебедки Какие-то Бывают Лебедки Планера Подымают На тросе Ходишь Смотришь Смотришь Ходишь Времени у нас Не так много По крайней мере Идея Вот этого Коротенького Фильма Коротенького Длинного Чтобы вы увидели Масштаб Какие бывают Музеи И когда вы будете Недалеко от Франкфурта Обязательно Найдите себе Время И сходите В музей Посмотрите На всю эту красоту Так Параллельно Я хотел бы На секундочку Показать Вот эту схемку Как вообще Почему важно На планере Там вот этот Профиль Аэродинамический Вот смотрите То есть В современных Планерах Вот почему Вот этот Визиал Здесь Планера Ну такого Среднего Аэродинамического Качества Потому что Они из дерева У них Поверхность Достаточно Неровная Такая шершавая И прочее И прочее Из этих Планиров Качества Больше Там В районе 30 Вряд ли Выжмешь Вот Но идея В чем Что когда Обтекается Профиль крыла Вот Есть некий Слой Который Рядом Ну с поверхностью Контактирует И если поверхность Гладенькая То этот слой Становится Ламинарным Гладко Гладко Обтекает Крыло Ну и где-то Вот здесь Он начинает Уже Нарастать Этот Уже Слой Перестает Быть ламинарным Начинается Какая-то Турбулентность Ну вот Турбулентные Слои И идет Отрыв Но Факт С том Что Профильное Сопротивление Вот В этой Зоне Оно Очень Маленькое И Можно Достигнуть Видите Каких Профиля Бывает Бывает Качество Планиров Начиналось С этого Который Летит Еле Еле 10 То есть Километр 10 Километров Пролетает А Допустим Планер Какой-то Следующий Уже 38 Километров Скажем Так Большая Разница Ну и Вот Кстати Табличка Наверное Кусочек Как Продувается Профиля Здесь Классическая Оргеновическая Труба Моделька Ее Ну или Может Она Даже Работа Еще Включает Когда Узей Более Активного Режима Работает Вот Виден Профиль Как Она Обтекается Там Снимается Подъемная Сила Углы Всякие Рассказать О том Что У каждого Планериста Есть Парашют И Вот Кусочек Стенда Посвящен Парашют Дело В том Что Планера Летают Довольно Компактно К друг Другу Иногда Сталкиваются Раньше Они Сталкивались Несколько Больше Ну и Плюс Планер Все-таки Конструкция Может Превысить Можно Нагрузки Еще Чем В общем Если Планер Вдог Развалится Что Вряд ли Можно Выпрыгнуть Парашютом У каждого Планериста Ну или Планеристки Вот Как Дану Случай Есть Хороший Парашют У меня Немецкий Парашют Испирами Спекон В моем Планере Друзья Мои Следующий Зал Экпозиции Мы Переходим Предыдущий Посмотрели Вот он Там Остался И Перешли В новый Зал И Здесь Начинается Опять С Немножко Старинных Конструкций Но Этот Зал Более Недавнего Планеризма Модель Планера Сж-38 Хочу вам Показать Вот она Ее характеристики Чем она Интересна Тем Что ее строят В большом Количестве Любители И летают На ней В России Его построил Анатолий Федерко Такой Планировочек Вот я На его Планировочке Летал Ну Можно Посмотреть На профильных Сайтах Там Много Информации Вот Мне дал Полетать Анатолий Федерко Очень доволен Вот на такой Штуке Я летал Ощущение Самое Незабываемое Сидишь На такой Табуреточке Вокруг Везде Воздух Ну Очень Приятно Вот И еще Какой-то Старинный Планер Не вижу От него Таблички Какой-то ПР-2 И Здесь Уже Начинается Видимо В том Зале Не хватило Места Для Экспозиции Ну Такие Достаточно Относительно Современные Планера Уже Посмотрите Уже Такое Все Красивое Причем Все Это В рабочем Состоянии То есть На любом Из этих Планиров Теоретически Можно Полетать Вы Все Все Это Видите У У меня К сожалению Нет Времени Взять И Полностью Вам Показать Всю Эту Красоту Вот Вы Просто Масштаб Понимаете Куда Вам Нужно Обязательно Прийти Вот Видимо Решили Привлекать Планеристов Поставили Планеристку В парашюте Табличку Можно Здесь Показать Что Это За Планер Старин Вот Такой Какой Год 59 Год Видите Как мы Послевоенное Время Шагнули Какие-то Видите Турбины Тут Уже Не знаю Что Здесь Такой Еще Моделистам Кстати Посвящено Тоже Много Здесь Экпозиция Здесь Двигатели Которые Ставили На Планера На Мотопланера Видите Какие-то Каких-то Моторчиков Не бывает Какой-то Такой Сверх Странный Моторчик Наверное Вот Стенд Что Такое Тут Наверное Про Соло Больше Рассказывают Вот Такой Моторчик Ставится На Дуо Диск Соло Турчик И Такое И Такое И Такое И Посмотрите Каких Только Конструкций Не бывает Вот Эти Вот Еще С Хвоста Покажу Моторные Конструкции Вот Видите Как Это Все Выглядит С Другой Стороны Моторчики Моторчики Все Наверное Рабочие Летающие Боевые Планера Реальные Которые Прям Вот Вот Они Моторчики Как Эта Установка Выглядит Одна Из Первых То есть У меня Тоже Планер С Таким Моторчиком Солнце Светит Все Красиво Еще Один Планер Старинный Висит Под Косики Все То есть Они Все Восстанавливают Кропотливо Возят В музей Какой Какой Планер Можете Посмотреть Потом Вот Этот Какой Таблички Вам Мне Из этой Все Экспозиции Очень Нравится Сейчас О Это Взлет Это 21 СК Слетает Кстати Да Вот СК 21 Ми Тот Самый Планер С которым Мы Делаем Проект Однотысячная Мечты Будем Ставить На Его Реактивный Двигатель Мотопланер С Винтом Видите Он Винт Сейчас Ракурс Он Более Удачный Показать Вот Видите Винт Фюзеляж Встроен Так Интересно То есть Правильное Красивое Решение Другой Стороны Если Не дай бог Винт Разваливается Ух Как Страшно А Вот Более Грамотное Решение С точки Значения Винт Развалится Видите Винт В большом Подшипнике Крутится Вокруг Фюзеляжа Что Это Такой Запланер Да Вот Винт Еще И Складывается Какая Интересная Моделька Вот Так Тут Все-таки Еще Пару Старинных Планировочков Тоже Трубочка Винтуре И мы Медленно Медленно Но Уверенно Двигаемся К Поисторически Можно Скать Линии К Планерам Которые Начали Сделать Уже Не Из Дерева А Из Стеклопластика Это Быстро Сейчас Проведу Камеры Вот Они Все Стоят Красавцы Вот Они Все Стоят Попробуем На Обратном Пути Быстренько Их А Может Быть Ну Да Наверное Сейчас Начало Не Пластиковых Перейдем К Вот Этих Планиров Сделаны Из Трубок Сейчас Я Покажу Как Эта Конструкция Выглядит Не Закрытая Этим Перкалем Вот Планерист Настоящий Ух Вот Как Планер Возился Как Тележки Прицепчики Ну Видимо Места Не Хватает Это Как Это Лебедка Как Красиво Все А Вот Кстати Да Летающее Крыло Планер Посмотрите В По-моему Планер Ну Вот Видите У немцев Он Сохранился Планер А У Нас Нет Ни Одного Такого Планера Не Сохранилось Как Это Говорят Мы Чтим Свою Историю Мы Очень Весело Делаем Парады Чтить Свою Историю Чтобы Можно Было Посмотреть Как Тысячи Людей Вкладывали Свой Труд Что-то Делали И Потом Потом К Могли На Это Руки Не Доходит На Сам Десятую Часть От Денег На Парады Выделить Б Сотую Часть На Реконструкцию Какой Ни Музеев На Той Ж Горе У Зунцирт В Крыму Чудо Было Чудо Это Наборный Уже Фюзеляж Уже Стеклопластик С Каким Деревом Может Быть Вот И Вот Какая Конструкция Еще Деревянная Видите Дерево Лобик Зашит Деревом Дерево 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 А вот Когда Было Дерево Такие Фюзеляж Сделали Из Металла Сварочка Аккуратненько Достаточно Сварена На Таком Тоже Плани Летал Который Сваренный Из Трубочек На К6 Вот Как Это Дело Варилось Очки Пруток Лампа Для Сварки Горел Какая Детостиленовая Или Что Это Было Я Не Знаю Сварчики Могут Написать Как Это Все Варилось Вот Первые Стеклопластиковые Конструкции На Сам Деле Стоят Вот Они Вот Они Вот Они Появился Доступ К Новым Материалам В 60 Годах И Вот Смотрите Классическая Конструкция Допустим Фюзеляж Видите Фюзеляж Сэндвич Есть Что Нибудь Есть Так Это Выглядело И Куча Трубочек В котором Передается Давление Там Прочее Прочее Профиль Интересно Сечение Крыла Посмотреть Вот Лонжерон Две Угольных Полки ДГ 600 Срез ДГ 600 ДГ 600 Неплохой Планер С мотором Сразу Делается В нем Достаточно Много Применялась Углепластика Чтобы Полегче Угольный Лонжерон Всегда Дает Хорошую Жесткость Вот Профиль Здесь Замыкание Заднего Контура И Нельзя Трогать Закрылок Там Полерон Прочее Еще Один От Насечения Еще Вот Видите Как Планер Устроен Верх Вот Это Корочки Так Называем Здесь Слой Стеклоткани Слой Стеклоткани Между Ими Пенопласта Получается Жесткая Мощная Конструкция Которая Хорошо Держит Нагрузки Но Это Альтернативные Какие-то Решения С сотовыми Заполнителями Я Честно Говоря Таких Современных Планерах И не Встречал Так А здесь Уже Все Это Коротенький Был кусочек Как Устроен Стеклопластиковый Планер Здесь Видите Какие-то Модельки Летающих Крыльев Наверное Это Все Тоже Летало Планерах Шито Друзья Я Рассказал Немножко О конструкции Планеров Стеклопластика Понятно Что с Скользь Картинка Идея Сейчас Вам покажу Первые Планера Которые Были Из Композитных Материалов И вот Это Что Это У нас Такое Что У нас Это Шляхера Планер С12 Прототип Какой-то И вот Смотрите Какой Красивый Вылизанная Поверхность То есть Собственно Выглядит Он Совершенно Уже Современный Планер И Это Год Постройки У нас 65 Смотрите Какие Результаты Сразу Пошли На нем 1460 Километров Ну Я вам Говорил Про профиль Видите Блестящая Поверхность Профиль Ламинарный И Поэтому Обтекание У крыла Уже Просто Вот Фантастическое Видите Какая Зализанная Форма То есть Не Ребристая Как Здесь Вот Посмотрите Вот Хороший Тоже Планер Но Это Все Толстый Профиль Ребристый Такой Вот Обтекание У него Все Такое Волнами Видите А еще Если Металлические Заклепки Наружу Перчаток Еще Хуже Ну Вот Стеклопластиковые Планера Рванули Вперед Надо Дать Должное Что Например Планер Антоновский А15 Примерно В это же Время Построенный 60 У него Было Качество Очень Высокое 40 И Планер Совершенно Восхитительный Еще Я бы Посмотрел Что Лучше Летит Вот Этот 12 Или А15 Но К сожалению Произвели 60 Штук 3 В мире Осталось И Остальные Все Где-то Там Рассеялись Очень Хороший Планер Ну И Больше Наверное Это Последний Планер Который Делали А15 Из Металла Такой Хорошо Летающий Бланики Там Учебные Это Немножко Другое Так Что У нас Пока Про Бланики Рассказываю Проходим Мимо Продолжаем Проходить Мимо Историю Вот Еще Один Планировочек Какой Год 62 Туда Не Дотянусь На Увеличение Посмотрите Тоже Что-то Такое До 61 62 Но Это Кстати Уже Еще Вот Она Висит Вот Она С Частично Полотняной Обшивкой Ну Не Полотняной А Перкани Да Вот Они Планировочки Планировочки Пластиковые Пластиковые Лучше И лучше Начали Завоевывать Мир И Сейчас Весь Мир Летает На Пластике В основном Вот Смотрите Как Красиво Это Крыло Летающее Смотрится Которое Мы Видели Эх Огонь И Вот Ведь Был Планер Мои 15 Он Совершенно Замечатель Он На Парадах Каких Летал Ну Почему Ни Одного Экземпляра Ни Единого Не Осталось Все Сгнило Блин Слов Моих Нету Какая-то Бесхозяйственность Не Знаю Там К История Своего Отношения Может Быть Как раз Такое Что Да Что Там Все Сделаем Лучше Что На На Реально Радуюсь Мне Очень Приятно Посмотреть Как Как Делали Планера Что Это У Нас Такое Это Что Тут Видимо Разрушали Проверяли Смотрели Все Это Исследовалось Все Эти Композитные Конструкции Видите Видимо Что А Это Видимо Как Реставрировался Какой-то Планер Может Вот Этот Не Знаю У вас Гид Такой Еще Посредственно Весьма Опять Мы Возвращаемся К Ох Это Рай На самом Деле Ребята Посмотреть Посмотреть Вот Это Вот Как Все Выглядит Друзья Мои Не Могу Удержаться От Соблазна Еще Раз Вам Показать Уже Сбоку Вот Это Летающее Крыло Которое Меня Что-то Зацепило Чем-то Огонь Ж Огонь Машина Просто Огонь На Такой Штуке Тоже Полетать Было Бы Крайне Весело Наша Пластиковая Планера С другого Ракурса Сергей Говорит Что Я Все Скучно Снимаю Типа Нужно Больше Ракурсов Вот Я Ему Сейчас Наделаю Ракурсов Сейчас Мы Зайдем С той Стороны Где Еще Не Были Проходим Мимо Видимо Лебедки Вот Как Лебедка Выглядит Какая Старинная Кстати Лебедка Посмотрите Двигатель Мощный Бум Бум Барабаны Видимо В рабочем Состоянии Все Красиво Не Знаю Что Внимательно 21 Год Кстати Посмотрите 21 Год Вот Это Летает Штука А Это Вот Тот Планер Который Мы Видели В Начале Видео С Ножками Так Трэм 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 Что Это Такое Вот Посмотрите А Груммон Бэйби Очень Известный Планер Его Тоже Очень Многие Строят Реплики Этого Количество Осталось Летающих Его Можно Прям Купить Себе Летать На Таком Если Захочется Деревянный Планер К сожалению Довольно Сложно Хранить Нужен Ангар И Прочее Прочее Но Там Мы Уже Были Там Мотопланира Висят И Поднимаемся На Второй Этаж Друзья Мои Но Со Второго Этажа Это Великолепие Смотрится Еще Лучше Посмотрите Посмотрите На Празднике Жизни Посмотрите Меня На Празднике Жизни Это Планера Ребята Планера Их Бесконечное Количество Много Хочет Я Прошлый раз Провел Здесь Четыре Часа Почти Про Каждый Прочитал Но Все Забыл Поэтому Даже Рассказать Вам Нечего Только Можете Посадить На Мои Слим Ворду Такое Собачка Хожу И Радуюсь Я Хочу Чуть Чуть Вам Этой Радости Показать Это Все Восстановлено Это Все Приведено В порядок Построен Вот Этот Огромный Ангар Ну Вот Страна Хочет Помнить Свою И Можете Это Позволить Посмотрите Она Собирает Кропотливо Все Вот Эти Планировки Вставит В музей Стоит Вход Музей 5 Евро Чтобы Не Думали Что Кто Решил Заработать На Нечте Летать Пожалуйста Можно Все Прийти Пощупать Посмотреть Я Не знаю Вряд ли Может быть Это Стимулирует Какой Ни Там Молодежь Типа Пойдем Ко В Летчики Но Тех Кто Уже Прикоснулся К Небу Вот Возможность Посмотреть На Живую Такую Вот Историю Просто Крайне Приятно Вот Здесь Модели Я Даже Не знаю С чего Начать Куда Куда Податься Как Позже Пойдем Посмотрим На Планер С Кислородным Оборудованием Заодно Видите Еще Модели Висят И Такие Секи То есть Пора Еще Для Моделистов Они Должны Смотреть И Выйть От Восторга Тут Наверное Моделизм Слабоват Вот Что Это Здесь Было Исследовалось Посмотрите Видите Написано Что Это Было Для Высотных Полетов Планер Чувак Сидит Кислородном Аппарате Сзади Какая-то Огромная Хрень Может Она Добывала Кислород Быстренько Еще Порадуем Моделистов Посмотрите Друзья Сколько Здесь Всего Авиамодельного И Такие Модельки И Сякие Модельки Но Я Уже Начал Рассказывать Про Авиамоделизм Что Я Начал С Комнатных Моделей Весом В Один Грамм Очень Мне Нравилось Это Дело Кропотливое Хотя В моем Характере Кропотливо Все Склеивать Там Клеил Солому Собирал Солому Сушил Потом Бальзу Специальную Потом Делал Микропленку Бабушка У меня С дедушкой Не мылись Неделю Когда Микропленку Кстати Вот Тоже Микропленка Микропленку Делал Вот И Мечтал Я О ради Управляемых Планерах Вот Кстати Первые Я так понимаю Турбины Примоточные Не турбина Эти Двигатели Примоточного Типа Вот Кстати Турбинки Jetcat Какого Года 120 Вот Они Начинались Вот Такие Турбины Будут Стоять На нашем Планере Только Больше Как Это Только Больше И Лучше Но Этой Фирмы На нашем Планере Однотысячной Мечты Проект Которому Уже Скоро Будем Мои Летать Присоединяйтесь Так А Это Как Вылбит Восторг Да И Сейчас Вылбит Восторг Посмотрите Сколько Сколько Всяких Красивых Моторчиков Каждое Своё Имя Каждого Своя Конструкция Вот Из Этим Моторчиками Летали Какая Красивая Звездочка Просто Просто Праздник Какой Это Вот Я бы На месте Авемоделистов Обязательно Сюда Тоже Зашел Просто Повыть От Восторга Понятно Что Все Это В Кто-то Делал Модели Как Кто-то Придумал Вот Эти Всякие Двигатели Внутреннего Сгорания Посмотрите Сколько Их Здесь Ванкель Наверное Какой Ни Тоже Есть У 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 Красота Стенд Каждый Стенд Где-то Там С Надписями Где-то Просто Стоят О Какие Большие Моторчики Даже Вот Такие Бывали Представляете Вот Рядные Какие-то Это Не Современный Мир Когда Там В Принципе Китайцы Уже Штампуют Такие Моторчики Сотнями Тыщами Не Сложно А Раньше Там Надо Было Как-то Отлить Эти Цилиндрики Там Как Это Все Делалось Но Очень Интересно Это У Нас Это У Нас Кстати Вот Как Раз Радиоуправление Начал Крыть Первое Радиоуправление Всякие Сейчас Я Тоже Увлекаюсь Моделями На Радиоуправление У Меня Джетти ДС 12 Аппаратура Очень Хороший Мне Очень Нравится Потому Что Как-то Я Купил Какой-то Джампер Говно Такое Китайское Что Просто Ужас Шлейфы Отваливаются Кнопки Вываливаются Модель Теряет В Радиомоделизме Наверное Аппаратуру Мечтал Конечно Футабе Честно Говорю Она Получше Побольше Понравилась По ряду Параметров Те Конечно Профессионалы Говорят Что Футабе Это Футабе Вот Что Это У нас Видите Всякие Я Даже На Радиоуправление Каком-то Летал На котором Дискретно Все Управлялась Модель Только Можно Поворотить Щелк 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 Видите Какой Зал Замечательно Просто Прям В восторге Пошли Пошли Дальше Сережа Не дает Уйти Говорит Снимай Скорее Когда солнце Вышло Посмотрите Как заиграл Красками На зал Как стало Светло Ярко Качественно Качественно Вот Вид Сверху На все Наши Фонера Которые Мы Недавно Смотрели Вот На Летающие Крылья Красота Какая Как музей Красиво Сделан И Знаете Такой Зал Летящий То есть Чувствуешь В нем Такое Не знаю Какое Состояние Легкости Что Ли Вот Все Вроде Как Такой Ангар Вот Деревянный Может быть Перекрыти Или Еще Что-то Делают Совершенно Таким Каким-то Невесовым Создают Ощущение Наверное Полета Внутри Да Друзья Мы Тут Как раз Шли И Нашли Как Объясняется Образование Восходящих Потоков Во-первых Какие Бывают Потоки Как Мы Летаем На Планерах Поток Обтекания Вот У нас Есть Склон На Него Натекает Ветер Получается Восходящий Поток А За Горой Получается Ротор Турбулентность Ну Это Пока Ветер Не Очень Сильный И Пока Условия Там Атмосфера Нестабильная В общем И прочее А вот Следующая Картинка Как Образуются Волны То есть В этом Случае У нас Есть Стабильный Слови Атмосферы Уже То есть У нас Дует Ветер Перелетает Через Гору Здесь Какой-то Ротор Но Ветер Ну То есть Воздух Создает Вот Здесь Вот Такой Вот Создается Опускание Воздуха Здесь Картинка Она Не Совсем Корректная И Образуется Вот Этот Вот Ротор Вращающийся Который За горой На Некотором Расстоянии Создает Возможность На Планде Сюда Прилететь Здесь Вот Тып 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 Мучиться Так Дрым 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 И Восходящей Части Ротора Подняться Верх В слой Где Уже Ламинарное Обтекание Получается Что Воздух Идет Так Тып Следующий Тып 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 Ну Здесь Не Тып Тып Кстати Здесь Там Тып Тып Ротор Но Здесь Уже Получается Нет Завихрений И Воздух Раз 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 И Слой Ламинарный И Некоторые Говорят А как Вы Поднимаетесь 10 метров Секунд Воздух 10 метров Секунд Поднимается Ничего Подобного Воздух Просто Течет Под Таким Углом И Мы Находимся В нем Есть Составляющая Вертикальная И Мы С одной Струйки На другую Перепрыгиваем Воздух Здесь Что Интересно Он Не Перемешивается Он Не Поднимается Практически Поднимается Потом Опускается Каждая Струйка Поднимается Опускается Вот Поэтому Вместе С этими Струйками Мы Идем Вверх Но Переноса Так Переноса Воздуха Нагрелось Пошло Воздух Вверх Пошел Столб Воздуха Поднимается 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 Вот Планирует В столбе Воздуха Летает Здесь Есть Перенос Воздуха И В хороший День Если Там Слишком Нестабильная Атмосфера Образуется Такое Мощное Облако Образуется Гроза Например За Сим Откланиваемся Спасибо То Что Есть Вообще Такие Места И Людям Которые Это Все Сотворили Вообще В принципе Людям Которые Может Хранить Эту Историю Сохранять Ее Огромный Респект Воздух Кстати Вот Картинка Как летали На Восеркупе В 1903 году Сколько Было Людей Сколько Людей Интересовалось Вообще Авиацией Планиризмом Смотрите Как Как Можно Сказать Что Там Больше Делать Было Нечего Потому Что Ну Наверное Да Сейчас В мире Развлечений Набоялось Больше И Интерес Конечно К Планиризму Меньше Становится Мы будем Это Менять Мы будем Показывать В наших Фильмах Какой Планиризм Прекрасный И делать Такие Лепестажи Дальше До новых встреч До новых встреч Субтитры 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 Субтитры